26 июня у поклонного креста на улице Минжинского состоялось молитвенное стояние в поддержку епископа Чукотского Иоанна Дырского Диамида. Мероприятие было организовано православным братством во имя священно-мученика митрополита Владимира Киевского и Галецкого. Во время молебна, проходящим мимо людям, предлагался очередной номер вестника братства, полностью посвященный открывшемуся в эти дни в Москве архиерейскому собору. Как известно, позавчера, в день открытия собора, у храма Христа Спасителя произошло несколько инцидентов между верующими, поддерживающими владыку Диамида, и активистами православного корпуса так называемых наших. Вот что рассказал об этом непосредственный участник событий, представитель православного братства во имя священно-мученика митрополита Владимира Киевского и Галецкого Олег Филатчев. Сегодняшнее мероприятие было решено организовать Верховным Советом нашего братства. Учитывая сейчас ситуацию, сложившуюся вокруг архиерейского собора, мы приняли решение. Во-первых, член нашего московского отдела постоянно находится около самого собора, и мы следим за развитием ситуации. Верховный Совет нашего братства принял обращение, согласно которому нашей сейчас целью является прорвать информационную блокаду, которая всячески строится со стороны официальных СМИ, донести до людей правдивую информацию, взять хотя бы тот случай с якобы имевшей место быть дракой, и ведь на основании его архиереи вчера на комиссии приняли решение единогласно о снятии владыки. Безусловно, мы являемся свидетелями вопиющей клеветы и беззакония, потому что владыку снимают просто ни за что. Наши, наши, их даже православными-то назвать нельзя. Вот я говорил с редактором Московского Вестника, такая православная газета, не очень крупная, Татьяна Евгеньевна Голева. Она вчера так подошла, побеседовала с ними, поговорила с одной девушкой, держащей плакат против владыки Диамида. А, собственно, из-за чего? Что вам не нравится-то в нем? Она говорит, ну, не знаю, вот, мол, Гриш, Гриш, поди сюда, она как бы говорит. Ну, это Татьяна Евгеньевна ее спрашивает, а, ну, собственно, ну, что вы кого-то зовете-то, ну, а сами-то, что вы можете сказать? Ну, она так промолчала. Подошла она к другому человеку, который держит плакат против владыки тоже, и в поддержку якобы святейшего. Ну, а вы из какого-то прихода, да? Ну, и этот человек отвечает, ну, нет, я не из прихода, я вообще считаю, что Бог должен быть в душе. А вы в каких-то храмах бываете? Ну, да, там вот иногда-то вот в Нилово-Сорскую пустынь, в Нилово-Столбенскую пустынь ездила, там, вот. Это, видно, имеется как раз в виду тот съезд наших, печально известный, где там различные кощунства совершались тоже. Совет русского народа об этом очень подробно говорил, вот Андрей Архаров писал тоже. Так, и вот мы видим, ну, какие это православные, вот, они просто компрометируют и святейшего патриарха своими действиями, вот. Вот, а СМИ все это преподносят, якобы какие-то маргиналы диамидовцы, главное, самое слово диамидовцы. Проблемы эти, которые затронул владыка Диамид, они 10 лет обсуждались и во времена советского безбожия наболели в наших сердцах, когда все это делалось тайком на кухнях. Ну, не было возможности. Вот сейчас вот все как-то это более открыто хоть происходит, хотя вот через всю эту ложь и клевету. Ну, вот, диамидовцы, диамидовцы, якобы вот мы какие-то сторонники мятежного архиерея, вот, ну, члене сектанты. Вот позавчера, 24 числа, был пикет у нас на причистенке около памятника Энгельсон. По завершении, значит, наши подходят, они даже не санкционированы, ничего, просто они перешли с набережной и встали с плакатами на причистенке. Кефролов подходит к нам и говорит, господа диамидовцы, ваше время кончилось, попрошу уйти в пещеру. То есть человек, он, вот, лидер так называемого Союза Православных Граждан, состоящего, он из четырех человек, по-моему, известный политический провокатор. Он даже вот так вот осуждает людей, ни за что ни про что, готов осыпать оскорблениями. Ну, и позже он еще даже известную фразу такую добавил, господа диамидовцы, караул устал, ваше время кончилось. Вот, ну, что тут говорить. В общем, все свидетельствуют против них самих же. Просто вот нужно как-то донести до людей, распространить информацию. Вот даже если сейчас, не дай Господи, против Владыки будут какие-то прещения, вот наше братство, надеюсь, при поддержке соратников тоже, будет распространять информацию вокруг тех беззаконий, которые творились у Храма Христа Спасителя, вокруг той же лжи и клеветы, которая нависла над Владыкой Диамидом. Будем как-то стремиться, не знаю, пробуждать людей. Будем раздавать на улицах вестник наш, специальный выпуск подготовим, чтобы хоть кто-то, может быть, из людей поднялся, задумался, вот кто-то, кто, может быть, как-то отвернулся от церкви, и потому что выйдет вот те деяния архиереев, которые не соответствуют церковных канонах, пусть они вот узнают, что есть такой архиерей, как Владыка Диамид, который не побоялся возвысить голос, на которого сейчас могут вложить серьезные прещения, лишить сана. Ведь многие даже не слышали о Владыке. Вот со многими приходилось, даже лавры разговаривались, а вот кто такой вот Владыка Диамид, а что он за чистоту православия, да, вот как хорошо. Тут нужно до людей просто донести, нужно как-то организовать. После молебна состоялся крестный ход вокруг строящегося рядом здания Русско-Американского христианского института. Поклонный крест, у которого проходил молебен, установлен противниками строительства Баптистского института в Москве. Русское православное телевидение специально для Всемирной сети. Русское православное телевидение специально для Всемирной сети.